О проблемах людей на законодательном уровне. На минувшем заседании Законодательного собрания Омской области депутаты фракции КПРФ подняли ряд проблем жителей Омска и Омской области, многие из которых требуют немедленного решения. В повестке дня мартовского заседания регионального парламента Омской области значилось всего 9 вопросов. Как уверяют депутаты-коммунисты, такого не было давно. Но тем не менее представители КПРФ сумели задать ряд острых вопросов, касающихся проблем жителей города и региона. Константин Ткачев обратил внимание на трудности, которые ежегодно испытывают родители при определении своих чад в первый класс. Места на всех просто не хватает и люди вынуждены пользоваться школой не по месту жительства, а в значительном удалении от дома. Сопровождать туда первоклассик родителям бывает тяжело из-за рабочего графика. Как уверяет депутат-коммунист, связано это с неправильным формированием инфраструктуры новых районов, где вместо запланированной школы может появиться магазин или спортивный комплекс. Коммунисты занимаются этой проблемой довольно давно, но не находят поддержки ни от правящей партии, ни от власти. Я предлагал ЗАГСобранию прошлого созыва провести круглый стол по этой теме, но не встретил понимания прежде всего у фракции «Единая Россия». То есть они, видимо, тоже этого понимают, но пытаются закрывать на это глаза. И это очень печально, потому что об этом никто не говорит. Все только аплодируют новым инвесторам, все аплодируют новым микрорайонам, но забывая вместе с тем всю социальную сферу. Депутат-коммунист уверен, с 1 апреля родители, дети которых пойдут в этом году в первый класс, будут вновь пристально следить за списками тех, кто попадает в школу по месту жительства, дежурить по ночам возле учебных заведений, чтобы успеть раньше всех подать документы на зачисление. Ситуация повторяется из года в год, но проблема до сих пор не решена. Другой не менее важный вопрос, который подняла фракция КПРФ, касался фауны Омской области. На заседании законодательного собрания выносился проект закона о внесении изменений ст. 4 и 5 закона Омской области об охране и сохранении охотничьих ресурсов. По словам Константина Ткачева, суть его в том числе состоит в том, чтобы исключить из Красной книги Омской области росомах и рысей, которые обитают на территории нашего региона, и позволить охотникам убивать этих животных. Но, как заявляет депутат от КПРФ, согласно Красной книге, популяция этих животных в Омской области крайне низкая, и нельзя открывать на них охоту. Я часто бываю на севере Омской области, разговариваю с местными жителями, с охотниками, с инспекторами по охране животного мира. Я не говорю, что для того, чтобы вывести животные из Красной книги, должны быть какие-то проведены исследования популяции. Но эти исследования не проводятся. То есть данные, которые представляет министерство, они недостоверные. Депутат-коммунист уверяет, на сегодняшний день возникло очень много вопросов к работе Министерства экологии и природных ресурсов. И в первую очередь связано это с тем, что многие заказники в области остались без охраны. Там теперь в полную силу процветает браконьерство. В КПРФ уверенный правительству необходимо навести порядок в Минприроды, вернуть охрану в заповедные территории, пресечь незаконное уничтожение животных. После обсуждения повестки дня слово взял депутат законодательного собрания от КПРФ Владимир Вениченко. Он заявил о проблеме закрытого с 1 марта помещения автовокзала в Черлаке. По его словам, проблема требует немедленного решения. Но, похоже, этого добивается только КПРФ. Из сегодняшнего ответа руководителей правительства никто не прокомментировал. Вижу, что, к сожалению, складывается впечатление, что не намерены они в ближайшее время решать. А уже это дело, вот завтра автобусы массово пойдут, как люди ждут, как будто определенность надежда была, что сегодня какая-то реакция будет. Со своей стороны депутат-коммунист разослал запросы во все возможные инстанции. ГИБДД, правительство Омской области, главе района, а также на имя губернатора. Владимир Вениченко надеется, что после того, как вопрос прозвучал на заседании законодательного собрания, вопрос с автовокзалом в Черлаке сдвинется с мертвой точки.